Приветствую вас, давайте разберемся с тем, что вы написали. Значит, я уже отвечал вам на ваш вопрос, помнится перед этим. Вы знаете, если сразу вот в общем, в общем, ну, в общем, если сказать, то мне представляется нужным, знаете, заострить внимание на том, что у вас большая вероятность того, что вы перекладываете ответственность себя на, вот, ну, на других людей. Вот. В частности, может быть, на, ну, мужчин. Вот. Вы понимаете? А какая история? То есть вот если у вас имеет место быть перекладывание ответственности, то это первое, с чем нужно работать. Первое. На что нужно обратить внимание. Вот. Дальше. Теперь по поводу того, что вы написали. Мужчина зовет к себе в другую страну. Общаемся два месяца. Значит. А. Мало времени на самом деле прошло, как мне кажется, с того момента, чтобы человек вас куда позвал. Вот. То есть, ну, мне, мне так вот видится и представляет. что это очень мало времени прошло. С того момента. Поэтому здесь у меня к вам вопрос. насколько вы, собственно говоря, ну, доверяете человеку. То есть вы сами в теории, да, вы сами готовы, ну, переехали, например, в другую страну. Сами одна. Без товарища. Вам эта страна самой по себе нужна? или нет. Или вы вот чисто только с человеком хотите. А, понимаете, два месяца это срок, в общем-то, достаточно маленький, чтобы, делать какие-то выводы о мужчине. И исходя из этого за два месяца, ну, мне представляется так, что мужчина просто к вам мог еще не привыкнуть, а мужчина мог просто к вам не придираться еще, не прикипеть. Вот. И поэтому он экономит. Потому что не надеется особо на то, что у вас что-то получится. То есть серьезных отношений нет. Вот. Вы, если хотите, как бы, узнать, жарный он или нет, то лучше, конечно, чтобы пообщались с ним побольше. Вот. И тогда уже будет понятно по его отношению. То есть странно, что за два месяца сообщения вы характеризуете его только в контексте билетов. А во всем остальном нет. Вот. То есть как бы это несколько странно. Вы же с ним как-то познакомились. Вы же, наверное, проводили с ним время. Вы же, наверное, знаете что-то о нем и так далее. Вот. Это... Первое. Второе. Вопрос к вам у меня такой. Насколько для вас важны деньги? Соответственно, вы считаете, что ваш мужчина должен, самоусловно говоря, обеспечивать вас, да? Соответственно, вы считаете, что он должен оплашивать, значит, ну, всё. То в таком случае вам нужно ему об этом заявить. Просто заявите ему об этом. И... Всё. Скажите, скажите им, что вот мой мужчина, да, он вот... Я считаю, что если мною мужчина интересуется, то он должен, ну, не должен искать дешевые билеты. Но для этого справедливо будет, если вы выберете мужчин, вот, мужчин, да, которые будут относиться к вам соответствующим образом. Это первое. И второе. Мужчин, которые могут позволить себе действовать, да, то есть могут позволить себе купить не дешевые билеты, к примеру. Вот. Ну, а для того, чтобы, допустим, к вам хорошо относились, да, чтобы вас, к примеру, ценили, допустим, чтобы вас ценили. Вот. Нужно знать, как, значит, вы себя ставите. Вот. То есть, именно как вы себя позиционируете в, ну, в отношениях. Вот. Потому что вот то, что вы описываете, да, по поводу, ну, по поводу того, что вас, ну, никто не ценит, да, тут вас, никто пытается вас там обмануть или что-то ещё. Вот. Так это вот связано в том числе с тем, как вы себя позиционируете. Вот. Как вы себя позиционируете и, соответственно, как ведёте себя с, ну, с мужчинами. Вот. На мой, на мой взгляд, вот такая история, может быть, здесь. Вот. Вот, дальше, значит, так, далее вы пишите, сэкономить нам не хочет. Ну, на мой взгляд, не очень понятно, почему вы считаете, что именно на вас он хочет сэкономить, то есть человек, в общем-то, и на себе, вроде бы, тоже хочет сэкономить, разве я нет? То есть почему только на, по какой, собственно, причине вы считаете, что только на вас он пытается сэкономить? Может быть, он же и для себя тоже берет? Ну, ну, билеты. То есть здесь вот как-то все немножко непонятно ваша логика. Дальше. Просто есть опыт общения, уже мне 28, когда мужчины и парни ухаживали, неважно как, заканчивалось общение в итоге. В этом есть, в том числе, и ваша ответственность, в том числе есть ваша ответственность, что так все получается. то есть это вот, в том числе, условно говоря, и ваша, ну, заслуга. вот, посмотреть нужно. Посмотреть нужно. Почему так? Что это? Каждое, условно говоря, каждое конкретное отношение, да? Нужно разбирать, вот, ну, отдельно для того, чтобы понять, как бы, что именно вы делаете, допустим, не так, да? Да? Вот. Ну, опять же, опять же, да, это вопрос. Это вопрос. Вопрос. Вопрос, хотите ли вы? В этом разбираться. Хотите ли вы? Ладно. есть. Ну..... себя исследовать. Поставили вообще резко. Какая штука. Так вот. То есть, обвинять, как бы, мужчину, да, годы четвертого, все из-за них, ну, это, не совсем конструктивная на мой взгляд. Дальше. Так, сперва все пытались пыль в глаза пустить, но если все пытались пустить в глаза пыль, значит что-то этих людей мотивировало вас на то, чтобы пускать эту самую пыль. Что именно мотивировало этих людей? Ну, нужно разбираться. Что мотивировало этих людей? Нужно выяснить. Я вижу, лично я вижу, только это, ну, только так. Дальше. Так, просто попадались жадные иногда. Ну, опять же, мужчины здесь воспринимаются, ну, я не знаю, как какие-то исключительные субъекты, да, то есть как личности вы их вообще не воспринимаете. То есть, как бы, у каждого человека есть своя история, у каждого человека есть там, ну, я не знаю, там свой опыт какой-то, да, который он, ну, значит, корректирует. Вот, у каждого человека есть какие-то свои, значит, препочтения, да, и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, ну, нельзя так действовать, как, как вот вы воспринимаете мужчин. Потому что это всё-таки живые люди, да, и эти живые люди, они имеют какие-то свои желания, да, и так далее. Вот. Надеюсь, этот аспект я донести до вас тоже смог. Это не просто известно, а, нет, да, обусловлено, это известно, и самое главное, что вы выбираете таких мужчин. То есть, у них получается, у этих людей получается пустить вам в глаза через всё, через деньги, вот. Так какая ответственность чья? Ответственность ваша, ваша, что вас, условно говоря, привлекает, привлекает именно денежная история. То есть я вас не обвиняю сейчас, ни в чем, абсолютно. Я просто хочу указать на моменты, которые, надеюсь, помогут вам лучше ситуацию понять. То есть я прямо чувствую, какой беспомощный вы себя видите в данном контексте, именно беспомощный. Мне бы не хотелось, чтобы вы себя видели беспомощно. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки чувствовали, что, может, как бы лучше и больше влиять на ситуацию. Дальше. Например, один. Общаемся, как друзья до сих пор. А зачем общаемся? Ну нет отношений. А зачем отношения? Когда познакомились, помогал финансово, к нему прилетала бизнес-класс. Я как гарантирую, то в чем вы прилетали? В итоге я не полюбил и ушла. Ну это ваш выбор, то есть в чем проблема-то. Уже 4 года друг друга, наверное, общаемся, недавно предложил. Смех в том, что купил просто самый дешевый, безбагажный билет. Смешно же. Панты эти. Пыль пускает, а по факту победа просто как сравнение в жарности всегда привожу пример. Не очень понял я от смысл, если честно, этого предложения, но почему вы считаете, что мужчина обязательно должен покупать вам билет дорогой, если вы просто друзья? То есть если у вас нет серьезных отношений. То есть для меня это выглядит странным. То есть именно странным выглядит, именно странным для меня выглядит ваше ожидание, то есть ваше ожидание для меня немножко странное. Дальше, дальше, так, хотя денег, тьма от года вы знаете, почему считаете чужие деньги. Постоянно они говорят, хотя это смешно, что смешно для кого смешно, чем смешно. Тем более не интересен как мужчина, уже только общение. Так, а какая вам тогда разница-то, в каком классе вы к нему летите, если хотите просто с ним увидеться. То есть что для вас самое ценное в отношениях-то? Или был другой, который богаче вроде как, на улице в туалет не пошел за 1 евро, сказал потерплю, слушайте, но мне кажется, что вы путаете здесь отношения к деньгам само по себе и богатство. То есть богатство люди, как правило, получают именно по причине, что они умеют копить-копить. и именно до счет этого появляется богатство. То есть мужчина, он просто знает, вероятно, цену к деньгам. Вот, вот и все. То есть, то есть, совершенно не факт, да, вот, как бы этот человек, этот человек обязательно жадный. Вот. Ну, я понимаю, что вы, возможно, не поверите мне, да, я понимаю, но, тем не менее, тем не менее, здесь вам свою позицию лучше, наверное, как-то подкорректировать. Дальше. Примеры тьмы о жизни. Как думаете, это жадный сейчас? Нет, я не думаю, что это жадный. Не знаю ничего от человека по факту, но деньги у него есть. Вот опять же деньги, вас интересуют деньги. Понимаете, какая штука? Если вас интересует в отношении к деньги, то отношения лучше строить по расчету сразу. И искать тогда вам стоит не мужчину, как это вы делаете сейчас, а спонсор. Совсем другие, совсем другие отношения. Понимаете? Ну, как бы, отношения с мужчиной подразумевают отношения духовные. Отношения со спонсором подразумевают отношения по расчету. То есть вы, ну, условно говоря, вы что-то делаете для человека, хотя то, что он хочет. Это, кстати, совершенно необязательно может быть секс. Вот. Он вас обеспечивает. Ну, если вы будете ставить себя так в отношениях просто сразу, то, кто знает, может быть, это и будет для вас хорошо, может быть, это и будет для вас классики тем, что вы хотите. Потому что, на мой взгляд, вы любите деньги. На мой взгляд, вам деньги важнее. На мой взгляд, вы хотите вот обеспеченности какую-то и так далее. Поймите, в этом нет ничего плохого. Но об этом нужно адекватно заявлять. Об этом нужно адекватно заявлять мужчинам. Вот и всё. Эм, так, просто интересно, если мужчина сначала общение так начинает экономить, что это значит? Жадный или... Нет, если мужчина сначала начинает экономить, значит, он просто, ну, расчетливый. То есть это не обязательно реально, это человек, который мечтает и мечтает о деньгах. Вот. Я, пожалуй, помимо всего прочего, соглашусь с коллегой Кудрячевым и Горем Леонидовичем. Эм, значит, к сожалению, вот, к сожалению, я соглашусь. Потому что мне кажется, что вы вот своим поведением как-то, ну, притягиваете вот этих вот людей определенного типа. Ну, вот. Ну, вот. И... Как у вас получается, выстраивают именно такие отношения. То есть в вашем поведении, именно в вашем поведении, есть что-то такое, что мотивирует мужчин, ну, вести себя вот так. Как они ведут. Так что, мне, думаю, идеально было бы, если... Идеально было бы, если бы вы прианализировали свою модель поведения, свою модель отношения, свою женскую модель поведения, свои цены, всегда хорошо выходите, для чего вступаете в отношения и так далее. Это помогло бы решить вам имеющуюся на данный момент проблематику. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...